Вы, наверное, все понимаете, что мы все попали. Я имею в виду новый образовательный стандарт, изменение требований к обученности учеников и, как бы, изменение, наверное, за этим за всем последует изменение того, чем мы все занимаемся в школе. Ну, простыми словами говоря, надо как-то выкручиваться. А ситуация вот какая. Я сейчас, да, наверное, все-таки этой штукой. А вот она, отлично. Да, вот классическая схема знаний, умений и навыков, которую, так сказать, все хорошо знают, почему-то применить на педагогике, она в свое время составляла стройную систему. Даваемые ученику знания должны были воплотиться в определенные умения, которые затем постепенно превращались в навыки и на выходе, ну, вот это вот, да, это образованный, знающий, умеющий, думающий специалист, как продукт обучения. Для профессионального образования была, в общем, знаете, такая же, как бы, сказать, схема. Ну, там соотношение немножко менялось. Давалось немножко знаний, дальше, так сказать, развивались, как могли, умения, и образование навыков занимало большую часть этого времени. Для предмета химии, я сейчас вернусь к предыдущей схеме, смотрите, да, вот такая схема была, в общем, разработана в традиционной педагогике, именно так вот, сказать, взаимопревращение, да, для предметов начальной школы, где действительно была вот эта вот взаимосвязь одного, другого и третьего. Когда мы приходим в старшую школу с детьми, эти вещи начинают сильно различаться. Такой стройной последовательности стройной системы нет, и в одной связке они больше не идут. Знания по химии, ну, представляете вы все, наверное, что это. Да, это, например, знание о строении атома, знание о строении вещества, знание о существовании нанотехнологий, знание о том, что какого цвета и все прочее. Умение – это что? Ну, умение решать задачи, умение построить опыт, умение, там, доказать, скажем, какой-то полученный результат, навыки, что это такое, составление формул, химического расчета, там, ну, не знаю, подбора коэффициентов в уравнении и всяких таких вещей, они никак не связаны друг с другом. Нет ни единой зацепки. Поэтому эта схема не работала, как бы, так сказать, вот такая стройная схема, на которую опиралась вся отечественная педагогика, не работала на содержание предметов старшей школы и не работала на содержание химии, в частности. И сейчас, как бы, так сказать, вот с введением нового стандарта это противоречие проявилось, в общем, во всей своей красе. Объединять эти все три составляющие должны предметные компетенции как результат обученности. Ну, и, соответственно, эти три части был, так сказать, поделен контент ЕГЭ, где знания проверялись, так сказать, в пункте А, умения, как бы, в пункте Б, а все прочее должно было составлять часть С. И, вы знаете, сейчас, как бы, так сказать, в связи, как раз, вот с введением с духом и с буквой стандарта, в контрольно-измерительные материалы потихоньку пробираются компетенции. Они пока еще о себе не заявили в полный голос, это только намеки. Ну, все, наверное, видели новые, как бы, так сказать, изменения в кимах. И вопрос, вопрос, собственно, два, да, что там будут измерять. Ну, это, как вы понимаете, вопрос, как всегда, ни к кому. А вот что делать для того, чтобы ученик мог справиться с такими и другими, и вообще всеми задачами, которые он может получить, это задачи чрезвычайно актуальны. И поэтому вот наша, как бы, так сказать, задача, и моя задача, как я ее вижу, это всемерно способствовать тому, чтобы вот эти компетенции не были, так сказать, пришиты сбоку к знаниям, умениям и навыкам, и чтобы они, как бы, и составляли главную часть этой работы. Ну, вот, альтернативные подходы они тоже о себе заявляют в последнее время. Альтернативу зунам составляют компетенции, говорят нам педагоги. Надо бросить все, чем там занимались, и заняться формированием компетенции. Выходить для этого на сцену, в поле, в лес, в интернет, и там все это получать. То есть, вот, как бы, так сказать, проплыть между этой вот ссылой и хорибдой непросто. Итак, метапредметный, он же личностный, и он же образовательный на самом деле, результат изучения химии в основной школе. Что там под ним понимают? Ну, тут вот некоторая, так сказать, краткая выжимка из документов стандарта, где написано, что требуется от ученика. Главные, конечно, слова, дух и буква – это понимание, осознание, приобретение и всяческая возможность. И вопрос, как бы, так сказать, выполнения стандарта – это вот, как бы нам, так сказать, вот не казалось что-то другое – это выполнять вот такие требования и получать вот такие результаты. Разные подходы к построению учебного предмета. Ну, вот я среди них могу выделить три большие группы. Первая группа – это связанная с усвоением готовых знаний. Это подача знаний в готовом виде и их применение. Ну, наверное, все знают, что это такое. Несколько более новым является, или хорошо забытым старым, является стимуляция учебной самостоятельности ученика. Это так называемый проблемно-поисковый, сейчас он называется проектный. И состоит он в организации поиска ребенком знаний для каких-то непосредственно практических, нужных, интересных или каких-то других ситуаций их применения. Ну, и, наконец, заход на то, что называется деятельностной пропедевтикой – это заход на формирование познавательной самостоятельности, который, ну, задачей обучения в этом подходе видится реконструкция деятельного смысла и оснований предметных знаний в ситуации непосредственной их происхождения. Ребенок не получает знания в готовом виде, не тренируется в их применении, как только он их получил, не ищет их неизвестно где, столкнувшись с задачей или проблемой, а занимается построением своей, так сказать, обобщенной ориентировки в предмете через работу в ситуации происхождения этих знаний. В эту ситуацию он должен быть непосредственно погружен. Ну, тот курс химии, который, собственно, разрабатывается с моим участием, это курс химии для основной школы системы Ильконина-Давыдова, состоит из двух частей. Этот предмет химии, как и все остальные предметы основной школы, строятся как непрерывные предметы, начиная с пятого класса. Их общим основанием служит курс природоведения или введения в естественные предметы. Затем предметы разделяются по своим коморкам, и курсы введения в естественные науки, химию, физику, географию, биологию, решают задачи уже, как бы сказать, свои специфические. Общим является, как и для введения в химию, это решение задач формирования и развития предметных способов и средств учебной деятельности учащихся. Систематический курс восьмого-девятого класса для химии, тем самым ориентирован, конечно, на выполнение требований общеобразовательного стандарта. А, собственно, что делает? Да, позволяет детям на основе того, что, ну, как бы на основе развитых и сформированных предметных способов и средств учебной деятельности осваивать новое предметное содержание, записанное в учебниках, и, как бы, составляющую в этом смысле некоторую еще пока после шестого-седьмого класса закрытую книгу. Хотя способы и средства понимания этих учебников как раз в пропедевтическом курсе и закладываются. Итак, что это такое пропедевтический курс? Это освоение химических знаний в контексте их возникновения, развития в деятельности человека и для ученика-то в его собственной деятельности. И, что очень важно, непосредственное применение их в качестве регуляторов собственной практической деятельности. Ученик не просто решает задачу, не открывает там способы их решения, а применяет химические знания, взятые в контексте их возникновения, к решению постепенно сменяющих друг друга задач. Назначение этого курса – именно раскрыть деятельный, общекультурный смысл химических знаний и сформировать общие способы ориентировки в задачах. Что за задачи? Это задачи превращения вещества как исходная и конечная задача всей химической деятельности. Эти способы ориентировки формируются в процессе собственной учебно-исследовательской деятельности детей. Где, куда и как здесь попадает предметная компетентность? Дело в том, что по рассмотрению сути требований к образовательному результату и рассмотрению традиционного содержания химии на первый план вылезает интересное обстоятельство. никакие основания для того, что написано в стандарте, в обычном курсе химии не заложены. Они заложены только в преамбулах, в описаниях программ, в благих пожеланиях их составителей и рассказе о том, что именно должен получить ученик, обученный по этим программам. А дальше начинается про электроны, про атомы, про сложные и простые вещества, про уравнение и не про то. И, в общем, вот для того, чтобы этот вопрос решить, надо понимать, где и как, и где место, начиная с самого общего представления о требуемом результате, место формирования, место достижения этого результата. Наибольшим потенциалом для этого обладает именно пропедевтический курс. Почему? Потому что вот в той ситуации, где ребенок еще не связан с программой, со стандартом, с учебником, с требованиями, задачами, есть наибольшая свобода для самостоятельного действия ребенка, которая позволяет ему понять, чем и как он занимается в этой химии. и для чего вообще все это делается. И потом уже вот это вот как раз сформировав у себя вот это вот понимание, можно приступить к изучению химии с тем, чтобы понимать, для чего этот курс нужен, что в нем будут делать, для чего, почему, почему именно так, и понимать свое место и свое сначала как бы учебное, а потом профессиональное самоопределение в этой области. И если уже говорить о том, изучать химию или не изучать, то делать это не на основании того, о чем разговаривают в коридорах, а на основании своего собственного выстраивания для себя этого предмета. Вопрос, нужен он или не нужен, как правило, в этом контексте вообще не возникает. Потому что, ну вот, так сказать, дети понимают, что им нужно, а вот что им не нужно, так вопрос не ставится. И это кажется нам вот значительным как бы продвижением вот в понимании того, откуда чего берется. Итак, создается особая предметно-исследовательская среда, которой должно быть раскрыто происхождение общих приемов химического мышления. происхождение, откуда что взялось. Как в развитии химической деятельности появлялись основные средства мышления, откуда взялись химические формулы, что означают записи уравнений химических реакций, откуда взялось, скажем, представление о массовых соотношениях в процессе реакции, откуда взялись понятия кислоты основания и что они означают, откуда взялись понятия окислитель-восстановитель и что они на самом деле означают, и почему какую-то ситуацию задачу решить без них нельзя. Безусловно, это для тех, кто еще не готов ни к чему. Это вот как раз для того, чтобы понять, откуда что взялось и начать работать как химик, решая химическую задачу с помощью освоенных, ну, то, что в общем смысле называется приемами химического мышления. Начинать решать химическую задачу. Модельная среда химических превращений это то, во что погружаются дети с приходом в кабинет химии в шестом классе. Это, в общем, доступные для лабораторного выполнения превращения, все мы их с вами хорошо знаем, но туда не попадают, как бы сказать, опасные вещи, если попадают они, эти опыты делаются учителем или показываются фильмы, как и везде, но сами дети имеют в руках загадочные вещества, которые у них же в руках начинают себя как-то вести. Они начинают превращаться друг в друга, и задача ребенка будет осуществить нужное превращение и уметь осуществить это нужное превращение всякий раз, когда оно понадобится. Появляются вещества, формулы эти, не формулы, не названия этих веществ детям не сообщаются. Дети дают им название сами, и разговор ведется первое время вот на совершенно, так сказать, условном языке. И отличить одно от другого, ну, скажем, да, вы знаете, что черным порошком может быть названо все, что угодно. Отличить наш черный порошок от того черного порошка и от вот этого черного порошка это как раз задача ребенка. Понять, который из них наш, и который из них не наш, и доказать эту, так сказать, идентичность с помощью известных превращений. Да, рабочая гипотеза для ребенка это вещество вот такое, точно потому, что оно себя ведет вот так, вот так, вот так, вот в этих, в этих ситуациях это вот это, это и вот это. И делая это, ребенок устанавливает, так сказать, с тем веществом, он имеет дело, не с тем веществом имеет дело. И на этом пути возникают те задачки, загадки, которые, собственно, и нужно решать. Ну, собственно, вот, да, это вот про это. Если на первом этапе вхождения ребенка в предмет понятия, термины и образцы каких-то операций отсутствуют в готовом виде, тем самым убирается необходимость их заучивания и воспроизведения подряд. Начинается работа с текстов, как детям говорят, средневековых алхимиков. Это действительно, так сказать, бумажки, которые изъяты из разных документов. Задача ребенка – это восстановить фактуру, что там делалось, и главное, как это записывалось, чтобы понять, как ему действовать самому, когда он окажется алхимиком и волшебником и должен будет сам иметь дело с подобного рода превращением. Появляются самые первые технологические схемки, которые показывают, что у них там во что превращалось. Вещества эти еще менее известны, чем, так сказать, обычные. Ну, понятно, что дети знают, какие, так сказать, бытовые названия вещества, они с ними имели дело. Они не имели дело с черными львами, не имели дело с квинтэссенцией, не имели дело там с ртутью и серой, но, тем не менее, они должны понять, какое место они занимали вот в деле, да, в делании в химическом и в химической практике, которая дошла до нас в виде вот таких вот текстов. Это отсылка к истории, она будет все время сопровождать детей, она, в общем, наверное, когда-то попадет в учебники, она попадает в листочки, по которым они читают задания, и вот помогает, вся эта фактура помогает детям построить свои схемы отображения сделанных ими опытов, выполненной ими практики. Ну, как метко сказала учительница, которая сейчас ведет этот курс, это вот ее семиклассники, не учительница объясняет эту тему, а школьники сочиняют эту схему. Ну, я все время, да, работа на уроке крутится вокруг того, что было сделано, как это было нарисовано, и как понять то, что здесь происходило. Вот любое знание не вводится тем самым, как готовое, а появляется вот в этой вот групповой работе в превращении схем, в превращении веществ выплывает то, что потом станет детскими понятиями. Они заговорят на языке химии, когда будет понятно, что именно тут происходило, и понятно, что происходит, становится вот сейчас. Подстерегают разные неожиданные вещи. Ну, вот одна, так сказать, из задач, вокруг которых там начальный курс крутится. Железная скрепка, помещенная в зеленый растворчик, покрывается рыжим налетом. Ну, что это такое? Ну, что может появиться на железе? Ржавчина, кричат дети. Вот такая получается ржавчина. Эта ржавчина прокатывается по всем известным превращениям, как это уже умеют дети. У них есть для этого универсальные посредники, волшебные растворы, которые умеют превращать вещества, и с которыми они уже работали и знают, как они работают. И в процессе вот этих вот превращений выясняется, что та ржавчина ведет себя не так, как настоящая. Для этого получается настоящая ржавчина, и она исследуется, прокатываясь по тому же самому пути превращения. Это приводит к изменению схем, которыми пользуются дети. Оказалось, что не ржавчина это была. Даже близко. Но если начинать исследовать ржавчину и начинать пробовать, а что же происходит с железом при ржавлении, при других превращениях, при действии наших универсальных посредников, открываются новые вещества, которые задают, в свою очередь, новые линии исследования. То есть вот каждая из этикеток на этой схеме это то, что нужно еще исследовать. Эти веточки растут, как вот лавина. Что взятые три вещества, которым добавилось четвертое, породилось 16 новых. Из них появились новые. Про них мы что-то знаем, что-то не знаем. Эти мы можем превратить обратно, эти не можем. Вот газ, который выделился, нам придется поймать, узнать, что это за пузыри, что они там делают, что это, откуда они взялись, выделяются ли они из железа, выделяются ли они из растворителя, выделяются ли они из воды. Это все придется попробовать, посмотреть, постараться идентифицировать газ с помощью культурных источников, которые описывали разные газы. И все вы знаете, что в определенный период развития химии описание этих веществ тоже было без всяких формул и без всяких специальных химических представлений. Были этикетки, да и все. Но зато с ними можно очень много чего сделать. Схемы растут и множатся, постепенно усложняются. Дети находят для себя, что еще можно здесь получить и как понять то, что происходит. Наложение на них, представление о молекулах как мельчайших частицах вещества, приводит к разбору, скажем, растворов на растворителе, растворенное вещество, приводит к разбору продуктов, реакции на такие, такие, такие. И это опять задает вот эти линии постоянно осуществляемых детьми цепочек превращения. Разговоры на уровне схем, которые уже выработаны, приводят к тому, что появляются новые и очень тонкие моменты. Появление химических элементов, я про них, если получится, еще отдельно скажу, откуда берутся в таких схемах представления о химических элементах. Но появление химических элементов и заполнение ими формул, это пока еще простейшие элементные формулы. Тут написано, какие элементы входят в состав вещества. На этих схемах обозначены неизвестные элементы, которые только еще должны войти в состав вещества. О них мы ничего не знаем, мы даже не знаем, есть ли они и нет ли. Ну, вот та схема, которая здесь нарисована, приводит детей, это запись тех опытов, которые они делали сами и видели у учителя. Она приводит детей к пониманию того, что в молекуле воды, в которой есть водород и кислород, оказывается, не один водород, а два, по крайней мере, разнофункциональных водорода, как две разные части такой молекулы. Почему? Превращения, в которых участвует вода, если они сталкиваются друг с другом, они показывают, что есть превращения, в которых часть водорода выделяется, а какая-то часть неминуемо остается. И понимание того, что выделяется далеко не весь водород, и почему-то одна из частей водорода остается, приводит к рисованию детьми. Вот портрета молекулы, ну, вот если видно, вот на последней схеме, вот, так сказать, мальчик дорисовывает эту конструкцию, понимая, что тут происходило. Потому что простенькая схема, с которой все это было начато, это на первой схеме, вот наверху. Эта простенькая схема завела всех явно видное противоречие. Если водород весь выделился, то откуда на последней стадии в цепочке превращения взялась вода? Ее там не было. Голубой порошок, с которого-то вода появилась, мокрым не был, его высушили и специально его, так сказать, проверили, чтобы в нем не оказалось никакой посторонней воды. Вода была его собственная. Вот откуда она взялась, говорит нам как раз о том, что, так сказать, вот в молекуле воды не две, а три разнофункциональные части. Если посмотреть, вот, так сказать, на общую схему продвижения детей к предмету про педевтическому курсе, это вот видно, так сказать, вот, видно вот эту трансформацию знаковых средств, которая здесь изображена на схеме. От этикетки к молекулярному представлению, к появлению значка этого элемента. Что такое этот элемент? Это некий переходящий приз от вещества к веществу в круге превращений. Цепочки превращений, ведущие от вещества к веществу, рано или поздно замыкаются в круг, и по кругу можно провести эти превращения еще раз. Что это означает? Для детей это означает, что значит в составе всех вот этих веществ, совершенно непохожих друг на друга. Да это голубой порошок, это черный порошок, это зеленый раствор, это вот то, с чем они имели дело. Эти все порошки, абсолютно друг на друга непохожие, содержали, тем не менее, что-то, что не проявляло себя никак внешне, но зато передавалось как переходящий приз от одного к другому, как флажок, как некоторая составная часть, которая отвечает за вот эту вот генетическую память. Все эти вещества, как только мы их отдельно можем выделить, умеют превращаться в другие по тем же схемам, откуда бы мы этот круг не начали. Это замечательное открытие заставляет как-то этот компонент назвать. Он может называться как угодно, но суть дела одна, да, это вот флажок, кусочек, половинка, четвертинка, это вот та часть молекулы, которая будет отвечать за его дальнейшее превращение. Она может быть спрятана в веществе и никак себя не показывает. И как только она будет выделена отдельно, она сразу нам покажет, чья она, собственно, была родственница. Элемент выделенный как бы без всего, что это, да, это вот такие особые вещества, которые должны и называться как составляющие их компоненты, которые дети идентифицируют как химические элементы, переходя, так сказать, к нормальному языку называния. Да, у них есть символ. Цветом, конечно, картинки можно все это покрасить, но можно написать и буковки, можно выяснить, что они значат и постепенно продвигаться к усложнению элементной формулы вещества. Эта элементная формула сначала не содержит количественных отношений, затем эти количественные отношения могут быть установлены сначала качественно по тому, сколько разнофункциональных продуктов можно получить из этого вещества. А затем, например, из малахита можно получить не менее трех веществ, и это говорит о том, что в нем не менее вещества эти абсолютно разные к одному кругу не относятся, и эти вещества имеют свои элементы, и происхождение этих веществ показывает нам в конце концов формулу этого вещества. Ну, вот, малахита, происхождение углекислого газа из угля, происхождение оксида меди из меди, и происхождение воды из всех вот этих схем, где она появлялась не один раз. И можно говорить о правильных формулах, можно говорить о записи превращений таких, чтобы не только все элементы, но и все части этих элементов нашли бы свое место, и это задает в сложных случаях и поиск продуктов некоторой реакции, да, когда что-то, так сказать, при детях происходит, надо понять, куда девались все элементы, и это заставляет их искать вещества, которые могут быть на первый взгляд неочевидны, незаметны, прятаться в растворах, особенно бесцветных, улетучиваться в виде пузырьков, и это отдельная исследовательская очень важная работа. Ну, собственно, вот, так сказать, работа в практикуме все время сопровождается разрисовыванием доски. Все, что сделали дети, все, что они хотят сделать на этой доске, показывается. Это на все, на всеобщие обсуждения, и каждый вносит свои дела особенно, если строятся какие-то сложные работы, дети их выполняют, ну, по группам или по двое выполняют совершенно разные части этой работы, и объединяют полученные ими схемы, возникшие у них вопросы, какие-то гипотезы объединяют в схему общей работы, отвечая на заданный в начале урока вопрос. вопрос. И вот все, что может здесь быть подвергнуто сомнению, будет подвергнуто сомнению, в первую очередь, учителем. Учитель выступает здесь, как наиболее, так сказать, из всех незнающих членов экипажа. Он постоянно в чем-то сомневается, у него все время что-то не так, и он вместо наводящих вопросов задает вопросы провокационные, на которые дети должны ответить и обосновать, откуда они это взяли. Если кто-то начинает путаться в показаниях, то вот соответственно этот вопрос должен быть подвергнут всякому рассмотрению и обоснованию. А если понадобится, то придется все это еще и проделать, в очередной раз это себе и другим доказать. Ну вот здесь показана сложная схема. Это вот конец годичного курса. это включение малахита в круг превращения меди. Ну известно про хозяйку медной горы, уральскую медную руду и всякое такое. И собственно здесь возникают две задачи. Вот есть вещество с названием малахит. Он настоящий малахит или это какая-то подделка? Вот у нас здесь что-то валяется в такой банке с записью. Это первая задача. И вторая задача как же должен себя вести настоящий малахит в такой ситуации? И действительно ли наш порошок зелененький, который здесь есть непонятного вида, является ли он тем самым замечательным медным минералом, о котором мы тут слышали в сказках и прочем. вот дети такую схему рисуют у себя в тетрадке. Надо сказать, что запись такой схемы не требует ни заучиваний, ни какого-то специального обучения. Это просто то, что дети делали и знают. Практически все они рисуются с нуля из головы на доске на чистом листе. рисуются в ответ на задания контрольных работ, где нужно показать что-то такое, ответить на какие-то вопросы, чаще всего провокационные, по поводу того, что был сделан такой опыт, получили то-то и то-то, правильно ли это было, могло ли быть так, обоснуйте ваше представление и все такое. Вот этим занимаются дети, получая первоначальные еще не химические, а как бы предхимические понятия. Собственно, динамика этой записи в тетрадке, которая позволяет в конце концов из шестого класса с его картиночными схемами, кружочками, в которых отмечен только один элемент в круговой схеме элементного круга подойти к записи сложных опытов, которые дети наблюдали, должны были интерпретировать. Вот эта работа, которая в левом нижнем углу, это работа по развлечению серной и соляной кислоты. Соляная кислота и серная как кислоты ведут себя вроде бы одинаково, но обнаруживают некоторые интересности, когда их заставляют вступать в особенные превращения. Ну, в частности, медь, на которую не действует соляная кислота, превращается в соль серной кислоты при действии серной кислоты. А при действии соляной кислоты почему-то соль соляной кислоты из нее не получается. Это дело должно сопровождаться появлением каких-то других продуктов. Выделяются там какие-то газы, нужно идентифицировать это не водород. Вот несложно сделать, но это можно обнаружить. И вот как бы вот эти вот функции особенные серной кислоты, это функция окислителя и функция растворителя, отличает ее от соляной кислоты, за которой остается только функция растворителя, а вот функция окислителя, содержащего кислород и превращающего медь в оксид, у соляной кислоты нет. Из всего можно сделать важный вывод о том, что не во всех кислотах содержится кислород, а протестовать тем самым некоторые тексты, с которыми дети знакомы из книжек. Ну вот впоследствии вот такие вот схемы перевоплощаются в записи уравнения реакции со структурными формулами, вот эти вот части кружочков, составные части молекул превращаются в соответствии уже с восьмом классе с всякими узнанными вещами в элементы их настоящего строения. И вот та работа, которая была проведена, позволяет детям работать с этими уравнениями уже реакции, как с нормальными как бы средствами, средствами познавательного движения, которым можно понимать учебник, которым можно понимать сделанные опыты, которым можно понимать заданные вопросы. И вот собственно элементный круг, он появляется в конце, проявляет себя как настоящий элементный круг какого-то элемента, знания о котором дети получили, изучая уже школьный курс восьмого класса. Вот возвращаясь к стандарту, который нужно выполнять, вот эти вот вещи здесь появляются. И в особом виде они у детей крутятся. В особом каком? Еще как бы не развернутом, еще не как бы не детализированном. Это еще в виде общего понимания. Это в виде общих способов ориентировки ребенка в этих ситуациях. Но тем не менее вот эти вот компоненты могут дальше развиваться и достраиваться в систематическом курсе с тем, чтобы потом ребенок на них опирался, они эти вот важные вещи были результатом формирования компендиума знаний, умений и навыков. Вот такой опыт это как бы результат просто результат шестого или седьмого класса. Это умение использовать вещества как посредники превращений, понимание того, что превращение вещества это основа образования знаний химических, они берутся не из книжки, а из опыта и формирование вот, так сказать, детского, так сказать, навыка работы в практикуме, который ему так сказать служит для того, чтобы химический опыт выполнялся как целенаправленные действия, как контролируемые действия и как разумные действия, в котором понятно, зачем оно делается. В общем-то, чего мы добиваемся с нашими учениками, это того, что, как бы, сказать, уже за год эксперимент по типу, а вот что будет, если я тут это все солью, самими детьми спаривается как глупый, потому что есть гораздо более интересные вещи, с которыми они уже успели познакомиться. и сливать просто так, и смотреть на ту чепуху, которая получается, вот, честное слово, большинство детей неинтересно. Зато интересно в самых, как бы, так сказать, мелких штучках, происходящих в пробирочках и на капельных досках, да, увидеть что-то из того, что, вот, подтверждает его ребенка собственную мысль. Вот он думал так, и он это увидел. Вот это вот удовольствие, так сказать, несравнимо. И понимание того, что вот в книжке оказывается вот это вот написано, и люди там вот так, вот так, вот так читали и писали, это вот то, что ставит его в один ряд, так сказать, с исследователями и дает ребенку тот самый культурный смысл своего обучения химии, который вряд ли он где-нибудь получает, да, так сказать, это мы знаем удел немногих. Ну и, собственно, вот, да, что тут можно делать с точки зрения выполнения общеобразовательного стандарта. Можно ставить для ребенка в пропедистическом курсе задачу анализа способов решения практических задач. И этих задач много, и их интересно решать, и это может быть там вот послеурочным занятием ребенка. Можно находить решение и задачи на основе анализа опыта решения, можно включать то, что предлагает учитель в свою работу, а не брать от него готовые знания. Повторять, как, так сказать, просто за ним и делая опыт по прописи и готовой инструкции. Ну и, собственно, вот личностные результаты, которые здесь, о которых здесь можно говорить. Их можно вот диагностировать в том, что ученики на уроке делают. Любой приходящий на такой урок, в общем, если, так сказать, ему задать вопрос как эксперту, понимают ли дети вот это, вот это и вот это, в конце концов приходят вот к таким вот результатам отличающих этих учеников, отличающим этих учеников от, так бы, учеников соседней школы, которые такого удовольствия в жизни не получили. Ну и, собственно, вот собственное познавательное продвижение и развитие это вот основная цель и задача такого предмета. и она вот на наш взгляд должна обусловливать специальный образовательный период, когда не то, что, так сказать, да, даются знания, да, а когда складываются начальные понятия как собственное новообразование, как собственные определения на основе понимания того, зачем они нужны и как они работают. Ну и вот, значит, да, мы можем тем самым ответить на вопрос, чем отличаются такие курсы от передачи готовых знаний, от курсов проблемного обучения. Это вот принципиально, да, вот вместо усвоения готовых знаний это их опробование на применимость, вместо собственных поисков черной кошки в темной комнате это культурная история предмета, дающая его осмысленность и, наконец, вместо, сказать, ожидания от ребенка познавательной самостоятельности реконструкция деятельного смысла и оснований нового предмета, которому ребенок приступает в восьмом классе. Ну, собственно, вот, да, все, спасибо.